Чеховский дядя Ваня приехал в Лондон. Знаменитую постановку театр имени Вахтангова ставят на сцене Лондонского театра Нойл Коват. 5 ноября гастроли откроют сотая постановка спектакля «Дядя Ваня». И пробудет он здесь всего неделю. И дадут шесть спектаклей, что уже само по себе рекордно. Рекордно потому, что еще никогда русский театр не приезжал на гастроли с одним спектаклем. Мы встретились с труппой сразу по приезду в Лондон. Режиссер Римус Тюминнес считает, что даже не зная русского, зрители чувствуют нерв и правду Чехова. Я думал, я ставил не дядю Ваню. Ну, дядя Ваня, да, но, как и Пушкина сейчас репетирую, я думаю, я буду делать Пушкина. Я делал Чехова, я делал... Я его как-то понимал. Не думаю, что как-то по-своему, а думаю, что совпало в жизни моей, наверное, какие-то трудности, какие-то моменты жизни очень неприятные, может быть, трудные, безнадежные. И как-то совпал этот нерв с его, может быть, нервом. Сойтись чувством и словам помогают субтитры. Хоть иногда Чехов в переводе звучит странно, актеры надеются, что англичане способны понять загадочную русскую душу. Ну, по всей Европе понимают. Надеюсь, и в Англии поймут. Тем более, у меня есть опыт. Я когда-то работал с Декланом Доналлом, с английским режиссером, и с ирландцем, дабы он не обиделся. И мы играли в Лондоне с субтитрами «12-ю ночь». С большим, так сказать, удовольствием люди ходили, и хорошие были рецензии. И вспоминаю до сих пор, с удовольствием мы играли и в Америке, и в Англии на русском языке. Я думаю, что это такой своего рода экспириенс для зрителей английских. Потому что люди говорят, а как... Интересно, как же звучит Чехов на русском? Всегда это меня шокирует. Как Чехов может звучать не по-русски? Мне всегда интересно. Знаете, как, когда Брехт ставил «Три сестры», и когда звучит «Нахт Москва»? Такой странно. «Нахт Москва». Репетируют, как перед премьерой. И пусть спектакль уже признан лучшим в России и награжден «Золотой маской», режиссер все равно не доводен. Так, я вынужден остановить. Остановить. Ну что, плохо. Во-первых, громко. Громко? Да. Надо тише. Надо чуть медленнее. Тише. Никакой... Нет атмосферы, никакой тайны. Видите, то сейчас вот Римас Владимирович с нами немножко нас настраивает, потому что мы действительно так расслабились, вышли. Мол, ну, раз, два, три, все. Нет. Он абсолютно прав. Нюансы, нюансы. Поэтому сотый спектакль, неважно, сотый, сто пятидесятый. Все равно это вот новый спектакль. Ну так, каждый раз его для меня. Потому что другие зрители, другой менталитет услышат ли, поймут ли, что такое не жил, что только пропала жизнь. Могут ли они тоже не жил сказать? Потому что наши российские товарищи знают, что такое пропала жизнь. Я не жил. А иностранец может сказать, а как не жил? Но ты же что-то делал в этой жизни. Что значит пропала жизнь? А для меня это понятно, так же, как и вам. Это уже вторые гастроли вахтанговцев в Лондоне. Весной они выступали в влоге. Продюсеры уверены, это только начало успеха. Эти гастроли, ну, скажем, это моя мечта, и инициатива. Я абсолютный фанат этого спектакля. Но проект состоялся благодаря усилиям и самого театра Вахтангова, и Министерства культуры Российской Федерации, которое поддержало во многом эти гастроли, и нашим британским партнерам, которые нам предоставили возможность играть в таком знаменитом и красивом театре, как театр «Ноул Ковард». Билеты в день спектакля было не достать. Все раскоплено заранее. И хотя впереди еще несколько представлений, уже можно сказать, что Чехов на русском покорил британскую столицу. Профайл Раша, Лондон, Великобритания.